Острый бургер из говядины Гоните? Вы что, гоните? Вы что, гоните, что ли? Вы гоните! Александр Белькович Давайте сначала задачи разберемся Давайте сначала осмотримся Давайте определим, пацаны, давай заглянем в шкаф Давай поедим, а давай попрыгаем, давай дернем дверь Эльдар Чарахов Я пролезу, походу Быстро, быстро Я могу первый быть Магомед Муртаза Алиев Я думаю, что здесь должен быть проход Здесь буквами написаны цифры Пароль может быть там, где его можно стереть Это доска Гений! Гений! Владимир Маркони Дунтак-дан-дунтак 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 Пять миссий позади Больше 50 часов наши герои провели в заперти Но каждый раз им удавалось выбраться на свободу Но сегодня их ждет последняя миссия И сегодня все будет по-другому ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А где машина? Так, а где машина? Куда ехать? Куда? Что делать? Всегда был наш автобус Черный автобус, с которым мы садились И как бы ехали Тут нет черного автобуса, просто остановка Что делать-то? Что делать-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что происходит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕРЕСТВОЛА А-а-а-а! Леша! Привет Планка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остановка! Мы не знаем, что здесь! Это первый раз такое! Почему такой-то финал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саня! Саня! Мы ничего не понимаем, Саня! А чего мы на остановке вообще стоим? Короче, слушайте, что-то творится! Уже интереснее, согласились? Ну, здравствуйте! Здравствуйте! О, кто это? О, легенда! Слышите, последний наш участничек? Опа! Кто же это? Кто же это? Эй, здорово! Дагестан здесь! Самое легкое! Эй, что вы, пацаны? Опа! Хорош! Я пока не понимаю, что происходит. Пойдем садиться! Пойдем садим! Пять мест, смотри! Пацаны, пять мест! Да главное не нервничать! Главное не нервничать! ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Финальная игра чего? Это наш автобус! Это наш автобус! Ребят, это наш автобус! Да нет, нет! Это наш автобус! Нет такого! Финальная игра! Да это наш автобус! У-у-у! Чуваки! Да, секьюрити стоит! Да, это наш человек! О-о-о! Ребята, целый автобус! Вообще уже что творится? Слушайте, такого еще не было. Ну да, это прикольно, это прикольно. Что будет? Ну реально. Мы в городе. Мне нравится, что мы в городе. У меня очень плохое предчувствие. Сегодня будет что-то очень страшное. Сегодня будет пробка, братан. Чего может быть страшнее в Москве в автобусе? Философия. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Опа-на! О-о-о-о! Ребята, все! Всем удачи! Все, пацаны, увидимся. Увидимся! В финальной игре локация должна быть особенной. Сегодня наши герои окажутся не просто заперты, а запертые глубоко под землей. Кто построил этот секретный бункер и для каких целей? Как найти выход? И есть ли он там вообще? Ответы на эти вопросы мы узнаем, когда герои найдут ответы на сложнейшие загадки заключительного приключения большого побега. О-о-о! Ветер какой! Так, давайте поймем, где мы находимся. На ветру. Тихо! Очень холодно. Тихо, звук! Слышите музыку? Слышите музыку, да? Так, парни, меня ведут, парни, ведут! СМЕХ Парни, меня ведут! Да меня тоже ведут за тобой! Леха, меня ведут! Да я понял, нас ведут, нас ведут! Пацаны, ступенька! Вниз, ребята! Ступенька, парни! Вниз идем! Ступеньки вниз? СМЕХ Это винтовая лестница вниз, вы чувствуете? Да, и она металлическая. Опять ступенька! Да сколько можно? Да блин, я сам не знаю, очень далеко. Раз, пролетик, два, три, мы все идем, 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 идем. Далеко вниз. Блин, в подвал идем, стрёмно будет, жесть! Эл, ты был прав, какая-то жесть будет! Ой, финальная игра очень жесткая чувствуется. А-а-а! Мне впервые так страшно! Э-э-э! Тихо! Ох, запах! Так. Что-то мягкое. Ковер какой-то. Ковер. Мне кажется, рядом какие-то животные, мне кажется, лошади вообще. Слышишь дверь? Эта дверь закрывает? Да. Закрыли дверь, металлическую жесть, закрыли, что-то будет. Пацаны, держимся, держимся, понятно? Добро пожаловать на финальную игру. И-и-и-и-и! И-и-и-и! Вопрос к Александру Бельковичу. Ура! Александр! Назовите номер автобуса, на котором вы сюда приехали. И-и-и! После этого вы сможете снять мазь. Номер? Там реально был номер на автобусе? А, номер, это был не номер. Финальная, финальная игра. Номер маршрута автобуса. А, номер маршрута, ой, знать не знаю. Я не обратил на это внимания. Это фиаско. Конечно, на номер никто не посмотрел. Я даже не знаю, где он. Я помню номер, парни. Я помню номер. Ты помнишь? Я помню, да. Дело в том, что у меня фотографическая память. Я сразу знал правильный ответ. К сожалению, вопрос был адресован не мне, а Бельковичу. Подсказывать нельзя. Окей. Как это номер? Да не запомните этот номер. Не видел я. Пятерка, пятерка. Я что, Джеймс Бонтеллик? Или Шерлок Холмс? Пахни пять. У нас фантастическая пятерка. Бахни пять. Нас пять. Ну, нельзя подсказывать. Слушайте, у меня есть идея. Номер пять. А-а-а! Э, двадцать четвертый. Сорок девятый. Первый. Шестьдесят девять. Четырнадцать. Не, ну это как бы, это да, это тупик. Это тупик. Все, мы умерли. Тут мне стало понятно, что детей с садика я дня четыре не заберу все-таки. Ну, с другой стороны, ничего. Про ребенка. Можете все вместе решить эту задачу? Можно сказать? Ну, давай, скажи, мы сейчас снимем маски. Пятьсот шестьдесят девять. В смысле? Ты что? В смысле? Ты что? Вова, ты наколбасила? Я был уверен, что за этой цифрой, правда. Мимо. Да. Неловко. Я глянусь, я глянусь, я не разыгрывал, я был уверен, что там пятьсот шестьдесят девять. Оно может оказаться трехзначным. Ой, Сань, перечисляй все. Братан, у тебя девятьсот девяносто девять вариантов. Давай, начинай. Ну, давай, давайте, давайте. Давайте. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Я что-то мягкое нащупал, типа кресла. Давайте каждый по двадцаточке считает. Нас пять, по двадцать считаем, мы как раз не устаем, быстро считаем. Сто девятнадцатый, сто двадцатый, Лёх, ты дальше. Сто двадцать один, сто двадцать два, сто двадцать три. Двести семнадцать, двести восемнадцать, двести девятнадцать, двести двадцать. Лёх, давай теперь ты, Лёх, давай. Двести двадцать один, двести двадцать два, двести двадцать три, двести двадцать четыре. Шестьсот пятьдесят три, шестьсот пятьдесят четыре, шестьсот пятьдесят пять, шестьсот шестьдесят шестьсетт. 667, 668, 669, 670, ну, верно? Ты не мог 70, ты мог только на 60 остановиться. Да. 660, 670, я говорю. Я, значит, разогнался. Конечно. Вова должен был называть свои цифры, но, блин, он пропустил десятку и начал называть мою десятку. А это меня задело как личность, потому что это мои 20 единиц. Не надо лезть на мои, у тебя есть свои, блин. 657, 658, 659. Я говорил, братан, а если бы мы упустили? А если бы мы сейчас... Он пропустил нашу цифру, он ее просто проигнорировал. И, слава богу, Мага акцентировал на этом внимание. Иначе мы не выбрались оттуда вообще. Мага, ты вообще спас все. Блин, персик просто, я себе. Ну, мужской персик. 659. Вы снимаем маски? Ура! Сняв маски, герои обнаружили себя в комнате в советском стиле. Здесь явно кто-то живет. А на стене странные записки. Но главное, тут нет окон, а единственная дверь выглядит очень необычно. Мы попадаем в какой-то, по ощущениям, подвал, потому что видно кирпичи какие-то и лофт. Но при этом все достаточно приятно оформлено. У меня... Окей! Перед нами стоит стекло занавешанное и много-много стикеров. Естественно, мы идем читать стикеры. Кондиционер сломан. Ребят, запомните, его зовут Антон. Не выходи наружу. А-а-а! 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 Ты что? Чувак, ты нормально вообще просто? Ты псих вообще! А-а-а! 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 Чувак, ты нормально вообще просто? Ты псих вообще! А-а-а! 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 Еще как! Какой-то странный, подозрительный, бородатый мужик стоит перед нами. Привет! Всем привет! Привет! А ты кто? А ты кто такой? Человек кто? А вы? А-а-а! Че про... Че произошло? Просто жесть! Проснулся, открыл шторки и все. А ты что тут делаешь? Ну, не знаю, проснулся здесь. Чего? Почему ты так... Как ты так... Васаби? Привет, Антон! Э-э-э... Привет, Антон! Меня Лёша зовут. Очень приятно. А тебе Антон? Да? Саша? Антон? Да не знаю. Сколько тебе лет? Да не помню. Ты перебрал вчера, видимо, немного? Человека зовут Антон. Он не знает вообще, что происходит. Сразу понял, что какой ты сумасшедший. У тебя нет памяти, правильно? Ты ничего не помнишь? Нет. Смотрите, тут все написано. Вот написано. У меня амнезия. Я помню только то, что произошло в течение одного дня. А-а-а! Не выходи наружу. Нельзя встречаться с людьми, они могут быть заражены короной. Ну, это старая информация. Короны нет уже, бро. И вот еще... Я самоизолировался в этом подвале, когда началась пандемия коронавируса. Получается, он сидит там больше двух лет, почти три года. Потому что у него постоянно обнуляется память. Он живет, собственно говоря, в дне сурка. Смотри, Антон, ты здесь очень давно прятался от короны в этом закутке. У меня для тебя есть парочка новостей. Сейчас доллар стоит реально хорошие деньги. У меня можно купить доллар по тысяче рублей. Да. Просто подумай об этом. Пока просто подумай. СМЕХ А, видимо, будут еще и ворота. Где? Пароли к воротам. Несложные, чтобы я всегда мог их вычислить. А это не ворота? Это дверь. Смотрите, пацаны, написано, на мне татуировка с самой важной информацией. А у тебя есть татуировки? О! Вон, смотри, у него написано. Ты смотри. Я нечего, я не должен выходить наружу. Тут что написано? Тренируйся и достигай цели каждый день. Мой чувак. Твой чувак. А что вот здесь написано? Вот здесь что написано? Не ешь консервированные персики до последнего. Аааа, вообще. Хорош. Каждый день я должен ухаживать за растениями и животными и тщательно проверять. За растениями. И еще пазл. Пазл головоломка. А больше у тебя нет ни где татух? У него огромная татуха сзади. Где? Огромная, да. Блин, давай снимай футболку, друг. Снимай футболку. Там дельфин на пояснице. Вообще. Похоже на карту. Схема. Первый день, второй. Дверь, дверь. Стой, не шевелись. Дверь одна, дверь вторая. Схема двери. Видимо, это наше сегодняшнее приключение. Было понятно, что это примерно визуализация карты какой-то схемы нашего сегодняшнего приключения. Смотри, как много. Смотри у нас, смотри. Получается, если ты дверь, у тебя раз комната, два маленькая, три, раз, два, три и вот еще много-много всего. Короче, я вот не понимаю, что нам надо сделать. Мы либо должны его вывезти отсюда, либо самим выбраться отсюда. Написано, ни в коем случае не выходите наружу. Значит, что нам нужно сделать все вместе с вами? Выйти. Выйти наружу, Леха! Все как мы любим! Эй! Ну, смотрите, вот та есть дверь. Это единственный как бы выход отсюда, правильно? Видимо, та дверь. И надо выйти. Парни, ну, смотрите, если выйти, вот как эта дверь может открыться теоретически? Она может как-то открыться? Тут нет ни пароля, ничего. Как-то все непонятно, прям очень. Так, смотрите, здесь есть шкафы, вы их открывали? Чего-то есть, наверное, в шкафу, что открывает тут дверь. Мы откроем шкаф, и там будет какая-то электрическая приколюха, на которую надо нажать, и тогда дверь откроется. Нам нужны ключи. Антон, а у тебя не было никаких ключей? Не знаю, надо смотреть, может где-то. Мы профи. Что мы делаем? Мы сразу же исследуем все пространство. Потому что мы ищейки. Ищейки взялись за исследование комнаты Антона. Здесь есть все для жизни и длительного времяпрепровождения. Но что поможет им выбраться? Или, как и Антон, они останутся здесь на долгие годы? В календаре дата стоит 1 октября 2021 года. А вы знали, что Антон бакалавр по биологии? Я? Эта информация ему очень пригождается в жизни, учитывая, что каждый день новые. Горжусь собой. Да, Антон, ты молодец. Чуваки, чемоданчик. Чуваки, чемоданчик нашел, ребят. Давай сюда его. Леха, давай сюда. Это что такое? Тату? Набиваешь татухи? Ну он же сам себе... А, ты же сам себе набил тату, да. Ничего там не было. Смотрите, коробка с информацией. Ну надо, видимо, разгадывать здесь, пацаны. Точно. Там есть какая-то полезная для нас информация. Какая-то подсказочка, какой-то ключ. Давай высыпем ее, посмотрим. Информация. Давайте. Давайте посмотрим все вместе. Давай, давай, Леха, давай посмотрим. Что тут может быть интересного? Вдруг какая-то интересная информация. Антон, помоги нам тоже. Эти листы сразу растягиваем. Смотрим, что на них есть. Уфимский Кремль. Петр Алексеевич. Щебекина. Роман братья Карамазовы. Тайские такаки. Это блюда какие-то пошли? Это абсолютно рандомная информация обо всем на свете. И не нужны, да? Никакой маломальски полезной информации. Ничего не было. Угу. Что-то бестолку, да? Походу. Парни, а давайте подумаем, что вообще мы здесь можем искать? Какие подсказки и ключи в нашем сложном деле? У нас есть только подсказки и татуировки. Мага, красавчик. Да, каждая татуировка – это подсказка, это ключ к чему-то. У тебя вот там написано, покажи. Каждый день я должен ухаживать. Каждый день ухаживать за растениями и животными. Растения у меня есть. Слушай, а вон растения. А что за растения? Давай растения. Все растения на стол. Мага, ты предлагаешь цветы проверить? Ну, проверить как минимум горшки, в которых цветы эти находятся. На его руке написано, ухаживай за цветами. Я слежу за цветами тоже, смотрю, зачем он там ухаживает. Давайте попробуем. Это хоть какой-то шаг. Понял, что надо двигаться по его татуировкам. Мага, как знаменитый агроном, начинает исследовать, доставать все цветы. Грязь, земля, трэш. Устроили какую-то вечеринку. И сейчас как будто бы мы должны отсюда убежать. Но нам некуда бежать, потому что мы не знаем, как это сделать. Нет, здесь ничего нету. Все проверил. Ничего не нашли, короче, мы в этих цветах. Надо, ребята, что-то думать. Он ухаживает за животными и за цветами. Может быть, нам животными прикинуть? Это единственная здравая идея на данный момент. Согласен. Хорошо, давайте попробуем тогда в последующей части татуировки идти. Давайте оденемся в животных. Мне синий можно? Я лев. Так. Теперь мыслим, как звери, пацаны. Я был лев, а Саша Белькович был осел. Ну и костюм был у него тоже осла. Чуваки, ну что, мы животные дальше. Давайте проверим всю одежду. Хвосты, уши, карманы. Что-то наверняка есть. Если Антон на татуировке написал, что он ухаживает за животными и цветами, какую-то мы нащупаем друг на друге подсказочку, какую-то, не знаю, флешку, симку, что угодно. Антон, у тебя есть что-нибудь в кармане? Нет, пустые. А дай я посмотрю у тебя в капюшоне, пожалуйста, вдруг там что-нибудь есть. Посмотрим, посмотрим. Карманы пустые у всех, да? Хвосты, давайте проверим. Проверим и хвост. Посмотри, у меня в ушах что-то есть. И хвост у меня есть. Нету, брат. Ничего нету. Вообще вот просто ноль, чуваки, ноль. Не знаю я. Даже это, если не помогло, пацаны, что делать, я дальше не знаю. Мне кажется, нужен тимбилдинг. Это зоорэп, йоу, йоу. Мы тупые здесь все. Мы собрались здесь. Потому что мы тупые. Животные мы тупые. Крокодил здесь, лев здесь. Ослик здесь, жара здесь. Зебра здесь, зайчик здесь. Мы решим эту задачу, потому что нам все нипочем. Хам-хам-хам-хам-пам-пам-пам. Заберите меня отсюда. Так, варианты, варианты, пацаны. Давайте думать варианты. Когда мы руками начинаем искать, это один из вариантов. Но сейчас мы уткнулись в тупик. С тем, что мы пытаемся руками что-то нащупать, и у нас не приходит никакого решения. Мне кажется, подсказки на его теле, это как бы какое-то решение вопроса. Судя по спине, ну задери еще футболочку. Смотри, судя по спине. Вот у него как бы смотри. Вот это, вот это. Стоп. Никто не проверял. А, вот. Вы же его раздевали. Ключ от шкафа. О-Е-Л. Ключ от шкафа. О-Е-Л. Что может значить О-Е-Л? О-Е-Л. О-Е-Л. И точки стоят. Это аббревиатура. Мы начали думать, что это может быть. О-Е-Л. 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 А может быть это книга О-Е-Л? Ну давайте, ребят, давайте, хорошо. Книга, Лех, хорошая идея. Давайте просто посмотрим на книги и все вместе помозгуем. Инициалы какие-нибудь, может быть. Вдруг это Олег Евгеньевич Луцкий. Мы открываем, а там ключ. О-Е-Л. 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 Белый свет. Алые сугробы. Робинзон Крузо. Вот это моя книжечка, я такое люблю. Любимые дети державы. Книги мы все проверили, я лично их всех перебрал. Мы не нашли ничего. Абсолютно. Давайте, что может быть О-Е-Л? Любовь. Лимонад. М-м-м-м. А почему через точки? Пропущенные буквы О-РЁЛ. Может быть, это реально пропущенные буквы? Это пропущенные буквы, все. Где вообще буквы? О-Ре-Ол. О-Ре... О-Пи-Пол. О-Решек. О-Ре-Ол. А может, я лещу на кровать боком? Вдруг мы что-то вычитаем. Ну-ка. О-Т-Е-Л. О-Т-Е-Л-О. О-Т-Е-Л-О. Чуваки, О-Т-Е-Л-О. О-Т-Е-Л-О. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты гений, что ли? Молодец, Леша! Рядом с ним на тумбочке лежала книга Шекспира от Элла. Сегодня участники шоу «Большой побег» находятся в заперки в загадочном бункере где-то под Москвой. Там помимо них оказался и кое-кто еще. КРИКИ Братан, ты кто? А ты что тут делаешь? Ну не знаю, проснулся здесь. У него постоянно обнуляется память. Он живет в дне сурка. Я самоизолировался в этом подвале, когда началась пандемия коронавируса. Мы либо должны его вывести отсюда, либо самим выбраться отсюда. Но как им выбраться? Ведь в этой комнате есть только одна очень странная железная дверь. Вот как эта дверь может открыться? Тут нет ни пароля, ничего. Так, смотрите, здесь есть шкафы. Чего-то есть, наверное, в шкафу, что открывает тут дверь. Нам нужны ключи. Единственные подсказки, которые у них есть, это татуировки на теле молодого человека по имени Антон. Ключ от шкафа ОЕЛ. Надо двигаться по его татуировкам. Что может значить ОЕЛ? ОТЕЛО. ОТЕЛО. Только что они отгадали Ребус. Поможет ли им ОТЕЛО? Или задушит все их начинания? ХОРОШ. Жесткий. Ну все. Все, слава богу, мы нашли. И мы так быстро отгадали этот Ребус. Все, ну, счастье, внутри счастья. Он читал, да, ее? Может, какая-то иллюстрация есть? Перелистываем листочки. Один за одним. Мы не спешим, потому что мы знаем, что успех, он уже у нас в руках. Переворачиваем, переворачиваем, переворачиваем. Что-то нифига нет, да? Никакой подсказки, ни на одной странице нет. Ну, тут нифига нету. Вот мы и приплыли. А, боже мой. Может, нам надо помолиться на ночь? Пацаны, ну согласитесь, что его поясница, эта книга, это вот прямая взаимосвязь. Да, это по-любому. Не может лежать одна-единственная книга на тумбочке, и у нее на спине, ну, прям, ну, явно видно, что, как бы, просто Ребус. То есть в этой книге какая-то разгадка. Шкаф-то что можно с тобой сделать? Он начинает водить книгой по шкафу. Выглядит ли это странно? Да, на 100 по 100-бальной системе. У него уборка такая интересная. Может, тебе поясница и прислониться к шкафу? Бывало у нас уже такое. Нам надо будет тебя приподнять и прислонить к этой штуке, тогда откроется дверь. Давай, давай, бро, давай, поднимаем. Раз, два, три. Опа. Опа. Антон не наш сын. Но вдруг он тоже съел ключ. И пройдись. Блин, не сработала наша схема. Впервые наш план не сработал. Отелло, открой шкаф. Отелло, откройся. Отелло. Сим-сим, Отелло. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Дездемона. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Да уж, дамы и господа, представляю вашему вниманию великолепную пятерку дебилов. Дебилов! Но когда уже все, когда опускаются руки, когда нет никаких сил, когда-то уже как бы все, всегда приходит вот эта гениальная идея. Отелло был задушен, да? А, нет, задушился. Может, надо убить кого-то? А вот какие мысли приходят в тупике, да? Мы умрем здесь, пацаны. Мы умрем здесь. Уважаемая передача, у нас уже один из великолепной пятерки попахивает. Нас осталось четверо. Пацаны, вот этот шкаф, вот он, его надо открыть, там все. Нам нужен ключ. Вот этот отелло, вот этот отелло, чертов. Давай, смотрите этот отелло. Я не понимаю, что делать с этим отелло. Что мы, мы все перепробовали. Все мы делали. Вообще все мы делали. Не вышло. Я просто, ну, не понимаю, к чему, что мы должны... Если мы ищем сюда выход, то сюда нам нужен ключ, а не какая-то книга с отелло. Именно в тупую ключ. Парни, знаете, психологически так бывает, что ты хочешь верить в какое-то направление, даже если оно тупиковое. Вполне возможно, это просто замануха, чтобы мы уткнулись в тупик. Слушайте, а может это не отелло, нет? Давайте вообще отелло забудем. Вообще забудьте отелло. Вот вы видите ее в первый раз, и вы даже эту книгу нахрен не видели, к примеру. Значит, у нас есть три буквы и три точки. Нам надо эти три буквы и три точки как-то... Из них сделать ключ. Симбионизировать их между собой. И дверь откроется. Давайте забудем про отелло и поставим сюда другое слово, которое подходит по буквам. Это может быть... О... Оп... Опель. Опель тоже не подходит. Одеяло. Одеяло. Да ладно. Одеяло. Да ладно. Одеяло. Покажи. Нет. Одеяло. Нет. Нет, это не может быть. Там ключ внутри. Не, Маркони тогда король. Вы что, если так... Да ты что, Володька, да все, да тем... Володька, ты что, гонишь? Аделла! Ну что? Вот он. Господи! 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 Вот спустя 4 часа мы понимаем, что отелло это просто штука, чтобы сбить нас с толку и надо было искать в одеяле. Маркони красавчик. Подкидывай его! Подкидывай его! Не надо! Не надо! Давай! 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 Ааааа! Аааа! Все, хватит! Хватит! Но это не командная работа. Но я невероятен, конечно. Чуваки, а почему отелло? Потому что эта книга всех смутила. Долбанная отелло. Будь ты проклят, Уильям Шекспир! Вов, открывай. Да, спасибо. Вова открывает, ребята, внимание, Вова открывает. О-о-о-о! О-о-о! Это туалетка! О, на пандемию закупался! Там куча была туалетной бумаги и всего одна гречка. Типа... Гречка и туалетная бумага, реально. Ну, все как и должно быть в пандемии. Давай, Леха, наконец-то! Настало твое время! Ура! 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 Мы начинаем эти рулоны доставать, доставать, смотреть, что-то там. Может быть, потому что и в рулонах может быть подсказка. В какой-то момент слышу звук такой. Ключ упал! Да-да-да! Ключ, ключ! Ключ! Еще ключ! Еще один ключ! А, понимаете, да, как поперло? Открываем второй шкаф, давай! Леха, аккуратно, давай, смотрим, что там! О-о-о! Смотри! Бабочки! Открыли вторую дверь. Царство бабочек! Ой, фу! Бабочки мерзкие, осторожно! Да ну, смотрите, какие красивые, блин! Бабочки переносят венерические заболевания! Вон ключ, 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 ключ! На дротики, на дротики, на дротики! Открываем следующий шкаф! Вылетающая селедка! Фу! Парни, следующий шкаф, идем сюда! Не ешь, если ты не именинник! У кого именинник? Вот это да, торт вообще! Настоящий? Красавчик! Это что, торт? Ну не ешь, если ты не именинник, братан! Значит, надо есть! Наш Антон, так как у него амнезия, он, видимо, забыл, что у него не в этот день, не рождение, берет и, не думая, тащит торт! А-а-а! 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 С днем рождения! Открываем и видим, что это Нарния, что мы можем пройти, и это секретный ход. Ребят, мы наконец-то сейчас выберемся отсюда. Димбилдинг! 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 Определенно! Время димбилдинга! Давай-давай! Ты главный! Одеяло! 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 Теперь путь в Нарнию! Гоу, ребят! Давай, идем, пацаны! Идем, 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 идем! Больше четырех часов герои шоу «Большой побег» провели в первой комнате подземного бункера. В котором биолог Антон Куликов до сих пор скрывается от пандемии коронавируса. У тебя нет памяти, правильно? Ты ничего не помнишь? Нет. Смотрите, тут все написано. Я помню только то, что произошло в течение одного дня. Да-да-да. Он живет, собственно говоря, в дне сурка. Все тело Антона покрыто татуировками с подсказками. У него огромная татуха сзади. Где? Это схема. Видимо, это наше сегодняшнее приключение. Эта схема участникам пока не пригодилась. Зато смекалка Владимира Маркони помогла найти ключ от запертого шкафа. Все, проход. Выход! Видим, что это Нарния. Мы наконец-то сейчас выберемся отсюда. Совсем скоро мы узнаем, какие скелеты ждут их в этом шкафу. Теперь путь в Нарнию. Гоу, ребят! Давай, идем, пацаны! Идем, 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 идем! Ребят, тут кинотеатр. Офигеть! Пацаны, давай сюда все! Тайный ход привел команду в импровизированный кинотеатр. Какие сеансы тут проходят? И понравится ли нашим героям то, что здесь показывают? Из маленькой комнатки, из шкафчика попадаешь в большое пространство. Это, знаете, как будто глоток воздуха, луч света в темном царстве. Ты же счастлив! Парни, шесть мест. Мы должны в шестером сесть. Туда есть наверх, наверх можно включить проектор. И есть пароль. Три шестерки будем проводить? Чисто спросить. Три шестерки? Сто процентов? Ребят, вдруг. А откуда есть три шестерки? Он сказал, что самый простой пароль. Пароли к воротам. Не сложные, чтобы я всегда мог их вычислить. Правильно, три шестерки. Раз, два, три. Нет, один, два, три, может, сам вручай. Давай, один, два, три. Один, два, три. У нас есть дверь с цифровым ключом. И от этой двери у нас нет пароля. Так, пацаны, кто-то должен включить. Я пойду, включу, пацаны. Садитесь, ни в чем себе не отказывайте. Пойду, включу вам кинчик. Так, ребята, вы готовы? Да, босс? Давай, ковбой. Пацаны, первый фильм. Офигеть. Новая коронавирусная инфекция стремительно распространяется по планете. Эпидемия, вызванная вирусом SARS-CoV-2, приобрела масштаб всемирной катастрофы. Офигеть. В крупнейших городах мира объявлен карантин. Запрещено выходить из дома без веских причин. Аэропорты закрыты. Авиасообщение между странами прекращено. Был видео про пандемию, собственно говоря. Пугающее видео. Мир столкнется с массовым голодом за нарушение поставок продовольствия и потери десятков тысяч рабочих мест. Эксперты прогнозируют, что эта пандемия станет одной из наиболее смертоносных за всю историю человечества. Получается, каждый день Антон просыпался, не понимал, что с ним происходит, смотрел это видео про пандемию, понимал, что ни в коем случае не нужно выходить никуда, потому что в мире до сих пор творится какая-то жуткая катастрофа. И продолжал жить в одном и том же. Так, там еще три ролика, парни. Смотрим фильм «Когда тебе грустно». О, это Москва. Смотри, смотри, это наша тема. Подождите, это наши тачки. Так. У Маркони. Я Валди Маркони, мне 39 лет. Я телеведущий, ютуб-легенда, фитнес-модель. Хорош. Ложь. У меня есть высшее образование. Я знаю, что в розетку 220 вольт нельзя засовывать билки. Так что за ум придется отвечать мне. Белькович Александр Сергеевич. 37 лет. Профессиональный шеф. Не, ну если я пойду в высокоинтеллектуальное общество, где-то будут обсуждать историю России или там, я не знаю, там эпоху Ренессанса, я буду ноль как бы. Я скажу, ребят, я пошел бургеры пожарю. По правде, на, братан. Люблю правду, за правду уважаю. Номер один. Номер один. Меня зовут Магомед Муртазалиев, мне 29 полных лет. Чем я занимаюсь? Я получаю удовольствие от жизни, от работы. В основном съемки, мы снимаемся. Извините. Это поклонники. Такой скромный. Меня зовут Алексей Столяров, мне 32 года, я спортивный блогер. Оцениваю свои умственные способности на крепкую восьмерочку. Знаниями всеми обладать невозможно, это объективно, да? Но я все равно допетрию-то я примерно помню, помню, когда в космос полетели в 69-м, то есть я могу бахнуть. В 61-м. Ребята, вот так вот мы и работаем. В 61-м. СМЕХ Могу бахнуть? Это было очень круто, потому что, ну, смешно. Так, ладно, там еще два ролика есть, парни. Там еще два ролика. Это бодрит, бодрит. Ребята, поехали, смотрим следующий. А! Что это было? А что там было? Ничего не было? Нет. Блин, клянусь, как будто бы меня по руке что-то тронуло. Как по руке? Ты сам себя тронул. СМЕХ Ладно, я открываю. Раз, два, три! Опа! Ай-яй-яй-яй! О, жесть! 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 Что же было там, узнаем после рекламы на СТС. Последний роличек. Мы увидели себя. Мы увидели, что мы снимали все это время. Прикольно. Посмотри, когда тебя накрыла депрессия. Пожалуйста, подтвердите свою личность данным вам ключом. Встаньте каждый по одной. Что, реально? Вставать? Да. Давай, Эл, вставай. Чуваки, ну их больше, чем нас. На две встань. Ну, фортуна слепая, ты гадина. Какой капитан у нас. СМЕХ И на вторую. Вставай, у тебя планка, растяжка. Спорт. Ну? Ура! Дай мне нам ключом. Мы ключ! СМЕХ 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 Я человек, хуман. Это мой ключ. Хуман? Я хуман. Это мой ключ, я хуман. Дружба, наш ключ. Наш ключ, это команда. Мы дружнее. Это что, школьные? Помогите! Помогите! Вы что, школьный рэп? Помогите! Я не буду смотреть это шоу. О май гад, пацаны, мы такие тупые оказывались. Это просто кошмар. Кстати, прикиньте, я 20 увидел. Надпись, да, какая-то была сейчас? 20? Да, Толя, что-то такое. Мы замечаем, что на последнем ролике слово 20. Я подумал, что это брак по монтажу. 20! Ну, давайте попробуем 20. Нет. А может быть, это не брак? То есть мы верим во все в этой игре. Надо посмотреть другие ролики и в каждом найти. Блин, 100%. Давай, давай первый ролик. Надо искать вот эти вот подсказки на всех видео. Мы пересматриваем еще раз видео, которые у нас были на экране. Опа! Опа! Было, было, было! Элемота назад! 8, было! 8. 8, 20! Они на какие-то доли секунд появляются, как в финальной части фильма «Бойцовский клуб», но у нас, к счастью, был другой кадр. Надо посмотреть еще первый ролик. Давайте смотреть, давайте наблюдать прям, потому что здесь, может быть, где-то в углу выскочит. Опа! Пять! Пять? Пять. Пять было, да? Пять восемь двадцать. Что ждет наших героев за этой дверью, неизвестно. А вот тех, кто оформит карту Халва, ждут бесплатное обслуживание, переводы и платежи без комиссии, кэшбэк до десяти процентов, а еще беспроцентная рассрочка на 18 месяцев. Халва одна, карта для любых покупок. Сегодня герои шоу «Большой побег», запертый глубоко под землей в бункере, который оборудовал для себя биолог Антон Куликов, испугавшись пандемии коронавируса. Получается, он сидит там больше двух лет, почти три года. У тебя нет памяти, правильно? Ты ничего не помнишь? Не-а. Вот написано, у меня амнезия. Я помню только то, что произошло в течение одного дня. Да, да, да. Помимо отсутствия памяти, участники обнаружили у Антона и другие странности. На его теле есть подсказки в виде татуировок. Тренируйся и достигай цели каждый день. Мой чувак. Не ешь консервированные персики до последнего. Каждый день я должен ухаживать за растениями и животными и тщательно проверять каждое. За растениями. И еще пазлом за растениями. Каждая татуировка – это подсказка, это ключ к чему-то. У него огромная татуха сзади. Где? Похоже на карту. Пароли к воротам. Несложные, чтобы я всегда мог их вычислить. А, видимо, будут еще и ворота. До ворот участники пока не добрались. Прямо сейчас они находятся в подземном кинотеатре. Парни, шесть мест. Мы должны в шестером сесть. Туда есть наверх, можно включить проектор. И есть пароль. У нас есть дверь с цифровым ключом. И от этой двери у нас нет пароля. Включив проектор, герои посмотрели несколько мини-фильмов, в которых заметили не связанные с сюжетом надписи. Кстати, прикиньте, я двадцать увидел. Я подумал, что это брак по монтажу. Двадцать. Они на какие-то доли секунд появляются. Восемь было. Восемь. Восемь двадцать. Являются ли эти цифры паролем? Или они выдают желаемое за действительное? Опа! Пять. Пять? Пять. Пять. Пять было, да? Пять восемь двадцать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вообще! Бинго! Она открывается. Чувствуете, да? Поперла. Пять. 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 Мы команда, понимаете? Мы команда. Мы... Мы банда. Ну что, пацаны? Опа! Благодаря своей внимательности участники выбрались из кинотеатра и попали в теплицу. Видимо, она помогает обитателю этого подземелья Антону всегда быть сытым. А вот поможет ли она нашим героям найти выход? Пока большой вопрос. Круто! Слушайте, огурец, огурцы даже есть. Получается, наш Антон здесь реально выращивал для себя овощи, фрукты. Выращивает. Ребята. Где кто там? Курицы, курицы! Смотри, курицы здесь живые! Курицы белые! Офигеть! Офигеть! Белькович чувствует вообще еду издалека, даже если она еще живая. Курочка! Так, ребят, я уверен, что с ними что-то надо будет делать. Ну что, сейчас будем готовить? Курицы вообще! Курицы, зайки! Обалдеть! Вот это да! Привет! Вот скажи, пожалуйста, тебе как повару не стыдно перед ними сейчас? Ну, немножко. Я люблю иногда такое. Поближе быть к огороду, сельскому хозяйству и органическим продуктам. Можно я скажу, что здесь дальше есть? Ну-ка. Идемте глянем, что здесь. Тихо-тихо-тихо-тихо! Ого! Ого! Это коридорище с дверьми! Офигеть! Как круто выглядит! Перед нами большущий туннель. Три двери с кодовыми замками. И коридоры вот так вот слегка видны. Мы поняли в этот момент, что именно это помещение изображено у Антона на спине. Здесь у нас просто надпись. Мы вводим звездочка, код и интер. Опять пароль? Нам нужно просто найти код. Парни, короче, смотрите, вот кран, пацаны. Ой, вот кран, вот есть шланг. Может быть, надо что-то подкрутить и что-то поливать? Поливать. И что-то, может быть, должно появиться, а? Профи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай, подключу. Так а что вы хотите полить? Да может, из шланга сейчас что-нибудь вылиться. Скорее всего, да. Цифры. Что-то на гениальном языке. Это не может быть просто так. Чего это здесь вода делает, эти шланги? Пошел процесс! Давай сюда, наверное, все-таки. Ты сейчас убьешь. Да, больем чуть. Может, что всплывет. Все, выключай. Выключаем, выключаем. Ну, вода полилась, ничего из этого шланга не вылетело. Подожди, а вот эти вот капельницы, смотри, может, их надо налить, вот эти капельницы залить полностью? Это-то они, наверное, показывают уровень. Это оросительная система, капельная система орошения. Попадает по капельке в землю. Да, и вдруг туда попадет что-то, и что-то должно вылиться или что-то произойти, нет? Вдруг там тоже каким-то химическим карандашом что-то написано, с водой идет реакция, и мы увидим потом какой-то ответ. Мага, запускай, я сюда подолью. Давай, давай. Давай, братан, сейчас. Так, почти. Мага, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ай, молодец, Володька, вот это же... Ой, молодец. Вот сразу видно, высшее образование. Попал, попал, попал. Видно сразу. Налил? Налил. Ничего не произошло. Мага, ну... Нормально? Получился? Получилось. Отлично. Какой? Главное, чтобы ты устраивался. Поудобнее. Ну-ка, дай-ка еще вот, подожди, подожди, дай. Руку, руку, руку. И мы вспоминаем, что надо действовать согласно татуировкам, что по татуировкам ты складываешь какую-то информацию. Каждый день я должен ухаживать за растениями и животными, тщательно проверять каждое. Тщательно проверять каждое. Давай проверять огурчики, листики, давайте проверять все. Там где-то, видимо, пароль на каких-нибудь от той двери. Этот Антон, который вот, он биолог, он, короче, тут, видимо, огород у него. Мы начали все смотреть. Смотрите, смотрите. Верхние полки займитесь, пожалуйста, сами. Верхний уровень берем на себя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чуваки! Чуваки! Смородина! Это же не смородина! Где, 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 где? Записка. Смородина. Вообще непонятно, почему смородина, но на желтом лимоне висела записка смородины. Дальше мы пошли смотреть огурцы, шампиньоны. Тут еще столько салата. Антон, ну ты, конечно... Антон, ты красавчик! Да, красиво, да, ты выращиваешь. Тут вообще на клетчаточке сидишь плотно. С пищеварением, наверное, проблем нету, да? Кроме памяти никаких нет проблем. А шампиньоны можно сырыми есть? Шампиньоны сырыми можно есть. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Нашел еще одну! Ну-ка! Красавчик! Есть! Красавчик! Леха, ты вообще, братан, удивляешься! Матри... Матрица... Матрица, да. Кто собирает? Давай. Слова были между собой совершенно не связаны. Непонятно, что с ними делать. Я думаю, что на какой-то из куриц есть где-то пароль. Но это такой, знаешь, самый поверхностный вариант. А может, у них какие-то татуировки есть с кодом? На лапках, парни! На лапках у них что-то написано. Вот, 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 парни, парни, здесь, здесь на курице, на лапке... Коричневую лапу достаем! Я коричневую сейчас достану. Сейчас пацаны достану ее! Давай сюда! Надо прикормить! Да как ее прикормить? Надо лезть туда. У нас есть герой номер один. Только ты на себе начинаешь примерять эту шкурку, что ты лезешь к этим курицам. Леха уже там. Леш, давай! Смотри, не так вот, Леха! Где? Они так вот, все! Вон она, прям, самая дальняя! Смотри, как они ее спрячили, смотри. Когда мы ее заметили, она была ближе всего ко входу. А когда мы начали о ней говорить, она ушла в угол, и ее все остальные курицы закрыли. Она как будто знает, что ей надо. Чуваки, чуваки, выгоняй ее! Лови, лови! Ой-ой-ой! Осторожно, осторожно! Осторожно, животное! Осторожно! Я понимал, что надо быстро ее брать на бордаж. Миллионы людей смотрят, цыпочку надо схватить. Снимайте с нее! Лапка! А-а-а! Что-то... А-а-а! Снимай с нее! Опа! Назад ее! Назад! Так, что там? Так. Семья. Чуваки, семья. Смородина. Матрица. Странные слова. Куда эти слова применять? Вообще непонятно. А почему мы считаем, что только трех бумажек нам достаточно? Мы так не считаем. Ухаживать за растениями мы посмотрели. Мы каждые, каждые растения... Мы не все посмотрели. Давай еще... Давайте смотреть. Можно между листиков какая-нибудь новая записочка. Друг, ну мы твой огород перевернем сегодня по полной. Прости нас. Прости нас, пожалуйста. Ладно, ты выращивал, охранял его. Мы все перерыли, все шампиньоны перерыли. Мы перерыли уже все салаты. Все проверили? Не вижу записок никаких. Вот в этом зелени нету ничего. Ну что, надо дальше делать что-то. Что-то с курицами. Что-то с курицами не то, да? Во-первых, они не сушки. Надо делать что-то с курятником этим. Они пытаются нам что-то сказать. Вам так не кажется? Смотрите, вот те, видишь? Вот те. Вот она просто... Я вижу по глазам. Она что-то чувствует и знает. Так, дай я ей подниму полотно. Давай. Ну что, перебираем сено? Курица может клюнуть в глаз. Ну, чтобы этого не было, Леша, я готов. Ой-ой-ой, Леха! Мы великолепная пятерка. Один за всех. Я пошел к курицам. Я пошел в курятник. Смело. Яйца, ребята! Серьезно, доставай! Да ну! Есть цифры? Пять штук. Запоминаем. Дай одно посмотреть. Они переносят инфекции. Да держите! Ну, хочу новой инфекции. Может, еще есть? Так, тихо. Ты их там подпрессанул? СМЕХ Чуваки, может, выгрузим отсюда сено? Леша, из вольера ничего не слышно. Еще одно разбитое, чуваки. Это ты ползал? Точно. Это 5-2, 5-2. Парни, 5-2. 5-2-2, ребят. 5-2-2 пароль. 5-2-2. Смотрит, смотрит, смотрит. И везде находит по кладке яиц. Тут тоже 5 яиц. Тут 5 яиц. И чего получается? Попробуй 5-2, 5-2. С чего ты взял? Потому что я... Они кучками лежат. Здесь было 5 штук, здесь 2 и там 2. Это может быть паролем? Да. Вы что, гений? В одном месте было 2 яйца, в другом месте было 5 яиц, еще в одном месте 2, и еще в одном месте 5 яиц. Это что? Это куриный пароль. Ребята, я попробую 2-5, 2-5. Так, сколько яиц? Ну, потому что было 2-5, 2-5. Пойдемте все. Это пароль, да, это пароль. Мы на опыте. 2-5. 2-5. Около пяти часов участники шоу «Большой побег» пытаются найти выход из бункера, в котором скрылся от внешнего мира биолог Антон Куликов. Я самоизолировался в этом подвале, когда началась пандемия, коронавирус. По неизвестным причинам Антон помнит только то, что происходит с ним в течение одного дня. У него постоянно обнуляется память. Ты ничего не помнишь? Не-а. А его тело покрыто татуировками-подсказками, которые, судя по всему, он сделал себе сам. У него огромная татуха сзади. Дед! Парни, смотрите, что здесь вообще. Просто коридорище с дверьми. Именно это помещение изображено у Антона на спине. Опять пароль? Нам нужно просто найти код. Но как им найти код? Ведь тщательно обыскав всю теплицу, участники нашли лишь разноцветные бумажки со странными словами. Семья, смородина, матрица. И несколько кладок яиц в курятнике. Попробуй пять-два-пять-два. Чего ты взял? Потому что я... Они кучками лежат. Здесь было пять штук, здесь две и там две. Это может быть паролем? Да. Вы что, гений? Окажется ли теория Алексея Столярова гениальной? Два-пять. Два-пять. И? Поворачивай. А почему не сработало? Подожди, пять-два-пять-два-пять-два-пять-два. Попробуй. Не срабатывает. Может, там еще яйца надо искать? Пойдем еще искать. Наша любимая фраза. Мы хотя бы попробовали. Да. Это фраза людей, которая не приходит к успеху. А там еще яйца. Вон яйца! Вон яйца! О, нашел. О, все. Тихо-тихо-тихо. Нашел яйца с этой штукой. С бумажкой? Папаш, ну хорош ведь. Хорош. Вообще, красава. Леха, давай поаплодируем Лехе. Он залез туда. Поползал. Чуваки, интрига. Это не пароль. Интрига. Ай. Не знаю. То есть два с курятника. Одна с огурцов, а другая с лимонов, да? Мы не знаем, что нам делать. Перед нами четыре никак не связанных между друг другом слов. Парни, давайте про бумажки подумаем. Все. Коды, как правило, четырехзначные. Соответственно, нам нужно понять, по какой логике нам вычленять код из этих бумажек. Может, количество букв просто в непорядке, в каком порядке? И я начал считать буквы. 7, 5, 2, 7, 5, 9, браво, браво. 7, 5, сколько? Мне везде 7. 7, 5, 9, 7. Ну, это гениально. Ну, это если по количеству букв считать. Ну, непонятно, в какой комбинах, какая комбинах, ну, типа, в каком порядке. И это крутая идея. Что-то в этом есть. Ну, цвета мышцы. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Что это за каждый охотник? Откуда это? Это чудалочка цветов. Радуга. Какая радуга? Красный. Каждый охотник, типа, каждый. Что охотник? На первую букву К, типа, красный цвет. Охотник оранжевый. А фазан это что? Фиолетовый. А, вот почему. Я не знал это. Что, радуга такая? Так много цветов в радуге. Прикиньте, я первый раз в жизни слышу про каждого охотника. Саня Белькович, тебе 37 лет. Ты не знаешь, где каждый охотник мечтает знать, где сидит фазан. Желает. Ну, а желает. 7, 5, 9, сколько? 7, 5, 9, 7. 7, 5, 9, 7. Ну, как это было красиво. Это было близко. Это было неплохо. Казалось гениальным. Не сработало. А я знаешь, что предлагаю, пацаны, сделать вот так, смотри. Сейчас охренеете. Так, да? Давай, давай, Володя. Просто съезд. Каждое слово есть слово. 7, 3. 3, 7. 3, 7, 1, 3. Я увидел на этих бумажках с высоты своего орлиного полета, что если отбросить какие-то буквы из каждого слова, то появляются четкие цифры. Гений. Ты чего, Володя? Я же говорил. Я же говорил. Начальник шла. Начальник шла. Начальник шла. Копцы не кончаются. Давай меня подбрасывать. Ну, я, конечно же, не против. Ну, я люблю, когда справедливость торжествует. 3, 7, 1, 3. Хорошо, поехали. 3, 3, 7, 1, 3. Мага, ты красавец. Команда чемпионов. Ну, конечно, ребята. Ура. А, чувствуете? Чувствуете? 3, 7, 1, 3. 3, 7, 1, 3. 3, 7, 1, 3. Вот это обеда. Ребята, что здесь у вас? Ну-ка. Не у нас, а у Антона Куликова самый настоящий склад с долгосрочным запасом продуктов, которых явно хватит на несколько лет жизни. А также просторная кухня, на которой можно готовить. Но почему все выглядит так, будто никто никогда эти продукты не использовал? Мы проходим через первую дверь, и там еда. Огурцы, помидоры. Идем жрать. А соевый соус зачем столько? Бля, это подсолнечное масло. Ребята, что там мне надо? Персики нельзя есть. Персики нельзя, да. И мы сразу поняли, персики трогать не надо, потому что на татуировке было написано персики открывайте там и ешьте в самый последний момент. Слушай, а вы не видите персиками какую-то надпись? Давай посмотрим, что за тушенка. Кукурузка! Оливки! Покажи. Просто до безумия голодная. Пойдемте посмотрим, как это все приготовить. Персики. Мы решили их оставить на потом. Как хорошо! Как хорошо! Ты молодец, что готовишься. Молодец. Присаживайтесь, присаживайтесь. Парни, а вы думаете, вот это вот, консервированные персики ешьте в самой последнюю очередь. Вы думаете, это вообще нужная нам информация? Сто процентов. Это, смотри, вся нужная, вся самая важная информация. Там, да, там что-то интересное. А что может быть в персиках страны-то? Ничего в консервированных еще. Там можно персика. Мы прям быстро поели, поднабрались энергии. Да, гоу! Да мы еще чай не попили! Идем быстрее! И перешли в соседнюю комнату. Проход из кухни ведет в хорошо оборудованный медицинский кабинет. Зачем он нужен достаточно молодому человеку? Может, амнезия это не единственное, чем он болен? Или этот кабинет и вовсе не для него? Но тогда для кого? Все предметы, которые мы видели вокруг, они предполагались для пожилого человека. Там были все вот эти приспособления для передвижений. Ребят, есть кнопка старт. Сжать ее не надо. Пока не надо, пока не надо. Смотрите. Это мы! Уа! Это мы, чуваки! Блин! О, листки бумаги, чуваки! Парни, вот! Мне кажется, вот это какой-то пароль. Тестирование зрения. Прогрусирующая глаукома. Что это такое? Зрение в левом глазу частично затуманено. Правый глаз 5,25. Минус. Левый. Минус 5,25. Правый, минус 6. Это много. Через 3 месяца левый глаз 8,25. Правый. Это 9 или 5? Минус 9. Минус 9,5. Ну, это динамика. Это динамика. Это круто. А, это плохо. Так, короче, неважно, в конце там полная слепота через год. Кто-то слепой стал, видимо, какой-то человек. Кто-то болеет очень серьезно. Так, тест на деменцию. Деменция. Это когда у пожилых людей все хуже и хуже работает мозг. И в какой-то момент их покидает рассудок. Вообще, страшная вещь. Там, где носорог, написано жираф. Ошибка. Там, где арфа, написано кларнет. Роза тюльпан это овощи. Неправда. Запишите название 12 разных стран. Армения, Италия, Самара, Конго, Азия, Европа, Африка. То есть, часть из света Москва в конце. Практически все было неправильно. И у человека 100% деменция. Антон, как мы понимаем, это не про тебя, потому что это инструкция по возрастным пациентам. Может, он еще кого-то спустил в этот бункер. Не знаю. Пока было непонятно ничего вообще. Может, кто-то из родственников. Парни, давайте все соберем пазлы. Я терпеть не могу пазлы просто. Это понятно. Поэтому, только поэтому. Посмотри, кто здесь вообще любит. Вы понимаете, что происходит, да? Мы пошагово решаем каждую его татуировку. А у него на татуировке написано «Собери пазл, головоломку». Мы понимаем, что надо собирать. Давайте находить каждый себя. Мне тогда меньше всех собирать. Так, а что это за бояшка? А, это я. Так много растений. Блин, не надо было у этого дерева фоткаться. Сами себе устроили проблему. Там сколько было? Две тысячи деталей, три тысячи деталей. Собираем, собираем. Вот здесь что-то будет. Откуда ты знаешь? У тебя памяти нет? Зачем мне память? У меня перед глазами это лежит. Мне кажется, он начинает что-то вспоминать. Начинает, но опять же, это ненадолго, потому что сутки скоро закончатся. А что у нее, только на сутки память? Да, 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 и случится обнуляшка. Не спасете, что ли? Нет, для интереса мы не будем их спасать. Мы придем завтра и еще раз переспасем тебя. Нам нет смысла спасать людей, которые не помнят, что мы их спасли. Все, Эльдара, голова собрана. Сидим, мучаемся, собираем. Извините, наконец-то я пришел в себя. Мы собираем это зачем? Потому что смотри, на руке у нашего друга написано, надо собирать. А там же не написано, что это нам может дать шаги. Просто отдохните, получить удовольствие, двигайтесь дальше. Вам же надо, чтобы еда переработалась спокойно, чтобы не дергалась. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Обнаруживаю шрифт Брайля. Это шрифт для невидящих, который можно на ощупь вот так вот. Ты читаешь пальцами. Ребят, сори, я тут разгадываю. На столе лежала записка. Также на столе был сам шрифт Брайля. Я мог прочитать, что там написано. Я вот сверял буквы. Тут есть записка шрифта Брайля. Живи долго, мама. Здесь мама, видимо, была. Она слепла. Непонятно от чего, как, что произошло. Скорее всего, мама где-то в этом подвале. Ну что, слушайте, ой, хорошо идем. Хорошо идем. Опа. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Осторожно. Что случилось? Сейчас все развалится. Герои шоу Большой побег сегодня заперты в подземном бункере. Здесь они встретили молодого ученого Антона Куликова, который изолировался от внешнего мира, испугавшись пандемии коронавируса. Получается, он сидит там больше двух лет, почти три года. У Антона обнаружена странная форма амнезии. Вот написано. Я помню только то, что произошло в течение одного дня. А, да, да. Проникнув в медицинский кабинет, герои заметили следы присутствия в бункере кого-то еще помимо Антона. Тестирование зрения, тест на деменцию. Кто-то болеет очень серьезно. Тут есть записка Шрифтом Брайля. Живи долго, мама. Здесь мама, видимо, была. Она слепла. Непонятно отчего, как, что произошло. Скорее всего, мама где-то в этом подвале. Одна из татуировок на теле Антона подсказала участникам, что делать дальше. Мы пошагово решаем каждую его татуировку. Парни, давайте все соберем пазлы. Но спустя почти час кропотливого труда произошло непредвиденное. Опа! Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Осторожно. Сейчас все развалится. Неужели теперь их надежда выйти на свободу рассыпалась так же, как этот пазл? И стол на две части. Что, реально? У нас марка у нас там 40 минут работы. В смысле? Ну нет! Классно провели время, которое нам уже никто никогда не вернет. Это просто был розыгрыш? И мы опять уткнулись какое-то непонимание, что делать дальше. Поэтому мы стали уже смотреть по сторонам. А у нас стоит монитор. Рядом там кнопка старт, зеленая. Пацаны, жмем старт. Стой, и взрывается бомба. Давай. Ой. Ого. 4026 плюс 429. Быстро, быстро. 800. 860. 865. 865. 865. Блин, мы успели. Примеры. Какие-то немыслимы. За 10 секунд. Дайте я, парни. Чтобы один думал. Парни, парни. Так. 1400. 410. Минус. Минус. Чуваки, это минус был. А-а-а. А-а-а. Следующий, пожалуйста. Не, ну мы не тупые, как бы. Вы 10 секунд, вы даете 10. Минус. 327. 327. Какие молодцы все. 327. Да. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! А как-то математика? Мага, ты красава. Реша наука. Часто у нас появлялись галочки зеленые с правильным ответом. Немножко чаще были крестики с неправильными ответами. А сколько мы должны решить примеров? Реша. Тысячу. Минус 143. Так, следующую. Не-не-не, давай, триста шестьдесят два. Нет. На последней секунде можно все что угодно говорить, это правда. Это что, бесконечная игра? Все очень интересно, но зачем мы это делаем? Чуваки, вы точно уверены, что это нам надо решать, да? Вообще, на самом деле, как будто дичь какая-то. Это бесшансовая история. Попытались, конечно, вначале, там галочка-крестик, но это нереально, то есть два, один подряд можно, но не больше. Слушайте, наверное, получается, смотрите, мне кажется, все эти тесты для того, чтобы как раз-таки развивать мозги. Спортом заниматься, развиваться, да. Ну да. На мост, на мелкую моторику собирают пазлы, считают, чтобы мозг работал. Как мы понимаем, это про твою... Маму. Маму. Начали больше понимать, что вообще плюс-минус происходит. Получается, у нее была деменция, и она слепла еще. Ей, да. На фоне постоянно развивающаяся полкома. Да. Стало так жутко, и даже жалко Антона, потому что сразу понимаешь, что через что пришлось пройти и ему, и матери, находясь, скорее всего, вдвоем в бункере. А вот то, что стол у нас рассыпался, ничего страшного, да? Я вот до сих пор не могу понять, откуда это вообще. Как так получилось? Никто для этого ничего не сделал. Они просто в какой-то момент рассыпали, ну, то есть стол. Давайте смотреть, что это такое. Просто стали дергать, смотреть или разбирать этот стол. Не знаю, зачем. Чуваки, смотрите, а что-то на обратной стороне это и есть. Скатерти? Абсолютно случайно. Видели что-то на скатерти. Опа-на! Что это? На одной стороне черная ткань, на другой стороне там какой-то странный геометрический рисунок. О, это похоже на моей спине. Это похоже на твою спину. Давай, давай спину огоняйся. Это похоже на твою спину. Ну-ка. Похоже, да ведь, на что-то? Есть, да. Смотрим. Ничего не было. Антон, эксгибицарис. Спасибо. А то прохладненько, конечно. А там были какие-то иероглифы непонятные. Квадраты белые. Ну, я стал все рассматривать, рассматривать. Восемь. Девять. Ну-ка. Восемь, как ты видишь? Вот восьмерка, вот восьмерка отрезана. Кто, что, что, где? Что происходит? Где вы увидели? Восемь, девять, пять, два. Открываем. Что? Восемь, где? Девять. Где девять-то? Вот, вот, вот так. Мы пытались с разных сторон смотреть. Два пять, два восемь. Просто вглядываешься и видишь цифры. У нас уже голоснометы. Пойдемте пробовать. Эльдар, ну объясни. Я вообще не понял, я вообще не видел. Не вижу, не вижу, не вижу. А кто-то видит в ней цифры. Вот, пацаны, смотрите. Типа электронные часы надо смотреть. Электронные цифры. Два цифра, видишь, все. Теперь идет пять, то же самое. Пять, да. Теперь идет два, опять два. Снова два и восемь. Если распределить вот визуально на равные части. Здесь этот квадрат, здесь квадрат. Если мысленно нарисовать, то это похоже на цифру два. Два пять, два восемь? Да. Опять поперло, опять мы на волне. Ну давай, ну давай. Опять это ненадолго. Надо нести сюда эту штуку. Слишком хорошо шли. А чего тогда этот пароль? Слишком хорошо начали идти. Мы берем пускатерть, пробегаем мимо персиков. И давайте раз идем, заодно глянем персики. Давай не будем пока смотреть на персики. А, так в самом конце сказали их открыть. Ну ладно. Там не написано же, не вскрывай. Очень интересно. Слушай, а это консервированные персики? И вроде ничего пахнут. Ребят! Угу. Парни! История с персиками была для нас загадкой. Ребят, давайте здесь сюда. Вот восьмерка. Вот восемь точно, да. Два пять. Два пять. Три. Два пять. Три. Два пять. Три восемь. Два пять. Три восемь. И с этими цифрами мы подходим к двери. Два. Пять. Три. 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 Восемь. Три. 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 Ты тренируешься и достигай цели каждый день. Да. Это правило сейчас. Ты тренируешься каждый день. Антон, он вот это вот пространство максимально под себя подстроил в период пандемии. Это очень важная комната, в которой можно себя как-то развеселить и так далее. Парни, только посмотрите, что здесь есть. Стальная крошка. Электронный замок, где мы введем пароль, и для нас откроется, собственно говоря, дверь. Давай подумаем. Смотрите, тут есть на каждом аппарате цифра. Раз, два, три, четыре. Есть цель. Возможно, нужно взять все цели, покорить? Да. В одном месте одна игрушка. В силомере там своя цифра была, сколько нужно было выбить. В баскетболе там нужно было 200 очков. В футболе тоже 999 очков за силу удара. На одном из автоматов было написано «Не работает». Давайте хотя бы игрушечку выиграем. Погнали достигать цели. Тихо, тихо. Да ты что? Да ладно, я в детстве не отпускаюсь. Как ты это делаешь, тарапыга? Бросай. Груто. На изи, с первого раза. Не, по игрушкам это ЭЛ, по игрушкам это ЭЛ. Давай, все. Я первый раз в жизни вижу, что на этом аппарате кто-то что-то выигрывает. Вот этот спорт, видимо, и О. Слушай, ну смотри, первый этап прошли. Смотри, 8. Смотрите, пацаны, вот эти штуки, которые нам дают пароль. Опа! Точно, восьмерочка, первая. Это первая цифра 8. А мы в Афи этого не ожидали. Мы даже не обратили внимания, что над каждым этим аппаратом такое прозрачное стекло, на которое выводится проекция. ЭЛ, ты сделал первую цифру. Красавцы. Мы понимаем, как действует. Отлично. Эй, она, номер, это первая цифра. Это первая цифра 8. Мы планируем, что мы должны пройти все игры, чтобы получить четырехзначную цифру. Ребят, тогда тут Леша по-любому должен быть. Леша Столяров, ну, конечно, наш качок. Цель 9-100, да? Все, я выбью сейчас. Как вы? Должен сделать это я. Ах, ты! Давай, крепыш! Вот, хорош. Гранила, ну... Да почти. Держи. Давай, маг. Слабак. Слабак. К снаряду подходит чемпион по версии WBC. Знаешь, это Харли Квинн? Давай, вали. Я Харли Квинн. Давай, брат. Давай, брат, валь. Хорошо. Пойдет, пойдет. Смотри, смотри, смотри. Пошло. Крепыш. Все, заканчиваем, все, заканчиваем. Давай, заканчиваем, Леха. Вот это... Вот это удар, вот это удар. Смотри, смотри, как уверенно идет, наверное, смотри. Я прям был горд с собой в этот момент, потому что ни у кого не получилось, а у меня получилось. Давай цифру. Цифру. Есть! Есть! Восемь. Три. Есть. Цель. Цель. 200 набрать. Цель. 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 Знаем, наберут ли участники нужное количество очков. Но точно знаем, что получить отличный кэшбэк до 10% можно с картой Халва. А еще с ней можно делать покупки с беспроцентной рассрочкой на 18 месяцев и совершать переводы и платежи без комиссии. Халва. Одна карта для всего. Вот уже больше семи часов участники шоу «Большой побег» ищут выход из подземного бункера, в котором молодой биолог Антон скрывается от пандемии, не зная, что она официально закончилась. У тебя нет памяти, правильно? Ты ничего не помнишь? Смотрите, тут все написано. У меня амнезия. Я помню только то, что произошло в течение одного дня. Героям удалось выяснить, что, возможно, вместе с Антоном в этом бункере находится его мама. Получается, у нее была деменция и она слепла еще. Но пока в подземелье им никто не встретился. Зато на их пути оказалась комната с игровыми автоматами. У тебя на татуировке было написано, тренируйся и достигай цели каждый день. Мы должны пройти все игры, чтобы получить четырехзначную цифру. Две цифры кода участникам уже известны. Восьмерочка первая. Это первая цифра восемь. Восемь. Три. А вот с третьим автоматом все оказалось не так просто. Двести очков вы гоните. Это нереально. Смогут ли наши герои совершить невозможное? Или им придется остаться здесь надолго? Мы просто физически не успеваем не успеть за аппаратом. И там нужно ломать все эти правила и действовать по-своему. Все, давай. Надо повиснуть. Давай, давай. Мага, мага. Давай, накидывай. Мага, слайдом. Мага, давай. Мага, давай. Есть, есть, есть. Да, Саня, отлично. Хорошая стратегия. Да, нормально. Идем. Кидаемся вместе, втроем. Давай, надо быстрееей. Да. Давай, давай, давай. Давай работать, работать, работать. Двести надо. Стоп. Победа. Спасибо, братан. Вот это мощь. Автомат наверняка не был предназначен для того, что придет фантастическая пятерка. Мы просто не оставили автомату шансов. Где наша цифра? Ноль. Баскетбол, баскетбол мое. Вот сюда. Где-то хитростью, где-то командной работой. Классно у нас получилась цифра, и мы сделали свое дело. Теперь надо футбик выбивать. Цель 999. Первый Белькович бьет. Давай, Белькович. Я чувствую, что я сейчас бомбану. Сейчас пыром, пыром. О, 50, ой, как мало. Ну, никуда. Ну, просто никуда. Ну, и как я бомбанул? Просто какой-то ужас вообще. Мага, давай. Так, секущий. Давай, за Владикавказскую Аланию. Какой Владикавказ? Он же не из Осети. Согласен. Он Дагестан. Давай, брат. Давай. На старт. Внимание. О, это 999. Нет, нет, слишком. Мне тоже больно ноге, да. Очень жестко. Дайте я попробую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о! 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 Добрый чё! Добрый чё! Добрый чё! О-о-о! О-о-о! 8 очков. Нам нужно выбить 999. Это очень сложно. Ой, хорошо. Так хорошо. Да нет, плохо, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серьезно? Нет, слабовато. Чё-то слабовато. Бей. О-о-о! Ну, это 700. Хорошо, смотри. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец! Молодец, Дунашка! Обидно, что он завтра забудет о победе. Антоха наш, видимо, он реально тренировался очень долго. Он подходит с места, бам, и 999. Все, два, два, восемь, три, ноль, два. Увидели все эти цифры, которые горят над каждым из четырех испытаний. Э, парни, берем куртки и валим отсюда. Парни, а там не было двери? Эл, посмотри. Тут есть дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте попробуем здесь. Подождите, подождите, смотрите, а по карте посмотрите. Нет, по карте следующий. Нам туда на ладар шеет. Серьезно? Смотри, сейчас мы здесь могли... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да давайте тыкнем, попробуем. Давайте, конечно, попробуем. Позвольте попробовать нажать пальчиком. Давайте, восемь, три... Ноль, два. Ноль, два. Восемь, три... Ноль. Ноль. Два. Какая из них? Два! Два. Вводим цифры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не подошло. Пошли-ка к другому паролю. Как там, восемь... Восемь, три, ноль, два. Восемь, три, ноль, два. Ну чего, погнали? Что ж у него? Что? Что за прикол? Туда, сюда, никуда не подходит. Блин. Не так все просто, пацаны, видимо. Не так все просто. Два. Ноль. Ноль. Три. Три. Восемь. Странно. Очень странно. Чуваки, не работает. Блин, эти цифры, для чего они? Ладно, окей, наверное, для чего-то другого. Парни, о, смотрите! А, нет, это не то. Это да. Это нет. Это просто красивое панно. Это нет. Мы думаем, слушайте, а что делать-то вообще как бы? Ну давайте думать. Каждый. А вот смотрите, вот это написано не работает. Аппарат не работает. Ну, значит, не надо его проходить. Он может током ударить или просто не работает. Не надо к нему подходить. Как бы и обходили стороной. Ну а потом, когда вариантов не осталось, надо идти к аппарату, который не работает. Опа! Опа! Смотри, не работает, а на самом деле это... А-а-а! И он работал. Аппарат Лгун. Лучшие игроки! Это что, коды? ААЕ11. ТТЧК. Там просто набор букв, какая-то таблица. Не понимаем, что с этим делать. Что это может значить, парни? Ну-ка, у кого какие версии? Каждый день, может быть, надо сложить какую-то комбинацию из ежедневных игр. Логично, как будто, что это какое-то имя, это счет, это... ТТЧ. Ирия. Сит-я-сы-читр-а-е. Мы смотрим на эти цифры, не понимаем, как это может быть применимо к нашему прохождению. И тут... Тыс... Тысяча... Тысяча... Триста... Триста... Четыре. А ты гений. Тысяча триста четыре. И что это значит? Пойдем. Тысяча... Тринадцать ноль четыре? Да. Чего? Серьезно? Если ты реально отгадаешь, ты просто какой-то гений сегодня. Как он, кстати, вот поднялся за все это время? Результативность-то у него была так себе, первые программки. А тут, смотрите, как он хорошо, да, зафинализировал программу. Тринадцать ноль четыре. Тристо четыре, да? Три ноль четыре. Молодец! Парни, мы короли. Давайте. Там страшно идти сами. Вау! Всего хорошего. Удачи, пока. Там не по себе. Давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня участники шоу «Большой побег» оказались заперты в бункере молодого ученого, где их в первые же секунды ждала неожиданная встреча. А-а-а! Ты что еще? Братан, ты кто? А ты что тут делаешь? Ну, не знаю, проснулся здесь. Ничего не понял. У него постоянно обнуляется память. Он живет в дне сурка. У него огромная татуха сзади. Где? Похоже на карту. Это схема, схема. Видимо, это наше сегодняшнее приключение. Но биолог Антон Куликов, видимо, не единственный обитатель этого подземелья. Тут есть записка Шрифтон Брайля. Живи долго, мама. Она слепла. Скорее всего, мама где-то в этом подвале. Возможно, в комнате, которую только что открыли герои, произойдет встреча с мамой Антона. Но станет ли это событие радостным? Или этой встречи лучше избежать? Давайте. Там страшно идти сами. Всего хорошего. Удачи, пока. Там не по себе. Давай, давай. Ребят, это ее комната. Чья? Комната моей мамы. Ой, мамы мои. Комната мамы. Благодаря догадке Владимира Маркони, команда попала в комнату мамы Антона. Узнают ли они здесь что-то интересное о своем новом знакомом? И поможет ли это найти выход? И главное, где сама хозяйка? Это такая комната прям вот нафталиновая. Все, кто когда-то ездил к своей бабуле, они поймут эту комнату. Чуваки, вот твоя татуировка. Вот твоя татуировка, да. Слушай, а почему такие лица странные? Это ты чем-то похож на тебя, смотри. Ну, это просто одно лицо, смотри. Может, мама это? Женщина с ребенком. И женщина очень сильно похожа на нашего Антона. Мы понимаем, что это его мама. А почему у нее? На трюмо с зеркалами стояла фотография женщины. И там черная полочка. Как не по себе в этой комнате, да? Да, не очень. Мать Антона ушла из этого мира. И, блин, стало грустно. У нее что-то написано. Возьми и прочитай. Мама, прости. Прочитай. Мне кажется, это нужно читать тебе. Давай, давай, читай сам. Присядь, присядь. Это маме, это я может присядь. Скорее всего, ты писал, да. Около этой фотографии письмо маме было написано. Это нормально? Ну, давай. Дорогая мамочка. Который день я не могу уснуть, потому что накатывают воспоминания о тебе. Как только я закрываю глаза, всплывает картинка, как ты лежишь и не дышишь. Твой стеклянный взгляд. Какими холодными были твои пальцы. Все, это моя вина. Я даже думать не мог, что тебя не станет именно здесь, куда я привез тебя, чтобы защитить. Чарик Симнези читал письмо, которое сам написал своей маме. Не помнил этого. И мы понимали, что по этому болезненному кругу он проходит еще раз. Если бы мы не оказались здесь, ты бы не умерла в одиночестве. Ты бы могла открыть дверь и позвать на помощь. Даже если бы у тебя там наверху случился инсульт. Я ненавижу себя. Я ненавижу это подземелье. Все, чего я хочу, навсегда забыть о том, что произошло. Прости, что был таким эгоистичным идиотом твой сын Антон. Хотел защитить мать, но в итоге сделал только хуже. Получается, так часто бывает. Позвольте резюмировать. Антон спрятался здесь, в этом бункере. Взял с собой маму, надеясь на то, что мама спрячется от вируса здесь. Потом они счастливые выйдут. План у Антона пошел не так, как он планировал. Мама у него здесь, к сожалению... Умерла? Да, умерла. Слушай, а получается, он, может быть, сам каким-то образом сделал? Сделал так, чтобы у него была амнезия. Потому что он прям большими буквами подчеркивает. Навсегда забыть, кстати, да-да-да. Прям навсегда забыть. Навсегда забыть. Он что-то сделал для того, чтобы суметь забыть. Поняли, что Антон винит себя во всем этом? Он сам, как биолог, что-то с собой сделал, чтобы просто не помнить об этом во всем. Слушайте, ребят, смотрите, она косынку раскладывала. Ну-ка, покажи, давайте стол посмотрим, пацаны. А смотри, она была уже слепая. Пацаны, давай стол изучать. А-а-а, вау. Какие штучки прокляла, покажи. На картах шрифт Брайля. Слушай, нам он нужен. А, или нет. Да, здесь может быть какой-то... Смотри, подожди, стоп, не раскладывайте, стоп. Вот это решение какое-то уже... Вот здесь вот, может быть, есть ответ. Был разложен пассианс, мы подумали, что в картах есть какой-то код. Карты были тоже со шрифтом Брайля. Нам нужна эта азбука Брайля. Короче, ребят, я пошел за азбукой. Нам нужно вот это разгадать. Эти карты не трогайте. Ладно, я принесу эту азбуку, хорошо? Эл, давай. Эл, погнали. О, какие быстрые ножки. К. Парни, смотрите. К. Король. Так и есть? Да. А, ну тогда все, это бессмысленно. А. А нет, это... Ну да, валет. Да все, ну что, тут нечего разгадывать. Вот, это типа ВЧ, валет червовый получается. Да. Вот это буква К, значит, это туз, крести. Туз, крести, и это было по таблице ТК. Ну, то есть все полностью соответствовало. То есть это уже не была какая-то зацепка. Я что, в холостую бегал, пацаны? Нет, нет, ты на кардио поработал. А. Ничего не вызывало подозрения, кроме одной вещи. Подожди, а вот здесь вот у нас что? Вот здесь, смотрите. Вот эта штука на стене, которая была один в один, как его татуировка. А будь добрый, можно у тебя спину? Так, а ляг на бок, все соответствует. А можешь нагнуться? Искриви позвонок. Максимальный сколиоз нам показать. Ага, идеально. Нет, все то же самое. Один в один. Может быть, это схема этого плана, чтобы она не забывала, куда двигаться из комнаты в комнату. Но висит здесь, как напоминалка, как бы. Так, Марконик, к доске. Вот это что? Здесь изображена спина Антона. Правильно. Хорошо. Мы сейчас находимся в какой комнате, пожалуйста? Я с большим удовольствием отвечу. Мы находимся в этой комнате. В этой комнате. Значит, нам нужно найти здесь пароль вот отсюда. Надо выходить отсюда. Мы пытались это сделать, пытаясь найти пароль к двери решетчатой, которая ведет дальше нас. Но, блин, нет этого пароля нигде. А это что, ребят? Дырки? Слушай, да, здесь есть какая-то штука. А, да! Я начал щупать эту доску. И нащупал, что что-то вот здесь есть. Слушай, там да, там, да, сто процентов, да. Там есть что-то? Вот здесь вот снизу. Надо понять, что здесь. Вот, вот эти цифры. Точно. Снизу. И нащупал, что внизу есть какие-то цифры. У меня очень много цифр, чуваки. Цифры, подходящие под пароли каждой двери, мы должны попасть уже в третью. 7-0-7-1 вот здесь есть. 7-0-7-1. Нам же третья нужна. Да, две, да, 7-0-7-1, точно. Они на ощупь, как и незрячие люди, нашли код, который был за этим огромным полотнищем. Пойдем, слушаем. Вот здесь точно, на ощупь. Вы это руками нащупали? Да, иди сюда, нащупай сам. Попробуй, вот, семерочку нащупай. Вот видишь, идет семерочка, и ножичка пошла сюда. Так. Еще раз, понял? Вырезанные коды для дверей, которые им удалось найти, были сделаны для слепшей мамы Антона. Благодаря им она всегда могла на ощупь определить нужный пароль. И мы побежали со знанием этого кода к следующей двери. Ну, давай пробовать. Давай, ты отгадал, давай. А ну, можно посмотреть, да? 7-0-7-1. Это очень круто. Ага, финишный прямой. Это что? О-ой-ой-ой. Около восьми часов продолжается приключение героев шоу «Большой побег» в подземном бункере, который, спасаясь от коронавируса, оборудовал для себя и своей мамы ученый Антон Куликов. Мама у него здесь умерла. Антон винит себя во всем этом. Он, может быть, сам каким-то образом сделал так, чтобы у него была амнезия. Для того, чтобы ориентироваться в бункере, несмотря на амнезию, Антон набил на своем теле татуировки с подсказками. Не ешь консервированные персики до последнего, а вообще? У него огромная татуха сзади. Где? Визуализация схемы нашего сегодняшнего приключения. Судя по схеме, только что участники открыли последнюю дверь в тоннеле. А значит, выход уже близко. АПЛОДИСМЕНТЫ ВОЗГЛАСЫ 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 Или все не так просто, как им кажется? Может, перед финишной вот этой вот прямой? Ага, финишной прямой. Это что? Ой-ой-ой! Коридор, который ожидали увидеть герои, оказался очень коротким. На стенах расположены кнопки с цифрами, а по центру экран с замком. Как участникам добраться до конца этого коридора? Есть ли этот конец вообще? Карта врет. Нет, карта не врет. Почему? По карте коридор должен быть. Нет, длинный коридор. Вот он и начинается. А как в него попасть? А, вот. Приложи палец, мама. Может, на случай какой-то там, что-то какое-то жесть. Типа, мама, приложи палец, она должна была приложить и уйти, спрятаться где-то или выйти, или что. Но она не приложила. Чуваки, а что вот это значит? Что мы видим? Кнопки. Старт. Ребята, а что такое старт? Смотрите, что тут происходит. Вставай и узнаешь. Узнаем. Ой, это опять. Это была разминка у нас? Ой. Ого. 436 плюс 429. Быстро, быстро. 860. 865. 865. 865. Блин, не успели. 865. 865, да? 965. Мы нажимаем кнопки, правильный ответ, а он ты-ды-ы-ы. Что за ерунда? Так, поехали. 300... 400... 426. 426. 424, нажми. 426. Как? Нет, не может быть. Что за фигня? Почему не получается? Нажми еще раз старт. Давай. 23... Ой, 7. 327. 327. Мы отгадывали правильно, но каждый раз нам говорили, что-то мы делали не так. Я думаю, надо приложить палец, ребята, а потом она заработает. Да. Так, я думаю, надо приложить мамин палец и найти что-то, к чему она прикасалась. Надо искать отпечаток. Ну, это ежу, понятно. Мы фантастическая пятерка, мы не просто кто-то там. Ну, хорошо, а как это может быть? Какой-то отпечаток мы найдем, который принесем туда просто? Палец ее... Где может быть отпечаток, а? Кто она могла трогать? Она как невидящий человек трогала вообще все. Может быть, у мамы Антона здесь что-то хранится в кровати? Антон, ты извини, но мы ей тут пороемся, ладно? Переворачиваем простыночку. Я подушечки все перетрогал, ничего не было. Может, мы просто возьмем карту, принесем туда и что-то произнесем? Что произойдет? Отпечаток же может быть? На карте же есть отпечаток. Она же трогала там, где вот эти попрыжки. На всей колоде могут быть ее отпечатки. Нет, ну вот здесь конкретно отпечатки, потому что она их трогала. Все, пойдем? Пошли, пробуем. Нажимаем этими картами на окошечко, куда нужно прикладывать палец. Кукиш. Послушай, а тут же еще есть пароль. А, надо сначала пароль. Может, 8-3 вот этот вот? Точно. Давай вводим. 8-3-0-2. 8-3-0. Двойной кукиш. А знаете, есть одна версия. Хотите услышать? Давай. Может быть, мамин палец в одной из банок с персиками? Мне сейчас так, что ешь персик в последнюю очередь. А что, все может быть? Ешь персик в последнюю очередь. Это все было задействовано, кроме персика. А, Шарлей, ну это логично. Не ешь консервированные персики до последнего. Может быть, настал этот последний момент. Пацаны, ну смотрите, все. Мы вот здесь. Это финал. Это самый конец. На татуировке написано, персики трогаем в самом конце. Я понимаю, что мы сейчас с банками персиков вообще не поработали. В игре их не было. Мы мимо них прошли. Значит, что? Мамин палец в банке из-под персиков. Мы уже на пути. Мы на пути к успеху. Мы на пути к успеху. Ну, мы пошли искать мамин палец. Давайте посмотрим на эти банки со стороны. Они вам о чем-то говорят? Смотрим, смотрим, смотрим. Парни, это таблица Брайля. Чего? Таблица Брайля. Здесь это что-то значит. Все эти баночки, они вот стоят, как будто бы это какой-то текст таблицы Брайля. Да, стоп, не трогай. Ай, черт. Откуда ты гений сегодня взялся здесь такой? Откуда ты гений? А, парни, это мой день. Вы чувствуете, да? Есть разум в нашей великолепной пятерке. И это я. Блин, это реально круто. Жаль, что мы разрушили пару букв. Здесь две было наверху банки, и они куда-то пропали. Что с ними, а? А, так в самом конце сказали их открыть. Слава богу, мы не все их разобрали. Давай сначала вот это, то, что не тронутое, отгадаем. А потом это. Вот эта буква вот есть вообще? Вот это. Я пытаюсь найти первую. Вот это, вот это В. В, вот она. Да. Не вижу. Вот, вот это есть. Какая? Мягкий знак. Давай дальше. Это по-зелененькому две точки. Ё. 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 Вот это, подожди. Вот она, вот она, вот она. В, ё, 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 ё. А где Б потеряли? Что-то странное слово. Не получается, что-то не сходится в букву. Давайте по-по-фиолетовым. Давай по-фиолетовым, да. Две точки на расстоянии. Вот они, К. 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 Фиолетовая, одна наверху. К. 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 Две точки по бокам. К. Ё. К. Ё. К. Ё. К. Ё. Теперь три, так? Нет, вы неправильно. Вы здесь сбились, вы по-зеленым. Вы по-фиолетовым смысл. А, да. Нет, вот. Что там было? К. К. Ё. К. К. Скатерть. Катерть. Катер. Катер. К. 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 Скатерть. Скатерть. А, так это вот та на столе, наверное. А-а-а. Вот так. Вон, скатерть мы тут гадали. Мы понимаем, что скатерть мы уже нашли. Чуваки, смотрите, а что-то на обратной стороне это есть. Скатерть? Так была уже скатерть. Мы ее случайно нашли. Мы опередили время. Вы понимаете, насколько крутая и великолепная пятерка? Что нам даже без подсказок мы справились сами. Володь, надо раньше действовать. Володь, ты опаздываешь. С опозданием. СМЕХ Чувак, парни, какие следующие планы? Что будем делать? Давайте выливать банки, что делать? Мы за этим пришли вообще. Не, ну он же не мог палец отрезать и спрятать его тут. Антон, ну ты же не нормальный человек. Я не помню. У Антона, возможно, очень широкие критерии нормальности. Антон-то он же это как бы немножко, я думаю, чуть-чуть. Ну странноватый паренек. Вроде нормальный, но, знаешь, после такого, как бы, что он тут соорудил, все может быть. Вдруг он его туда положил. С легкой паникой и с нескрываемым страхом начинаем открывать банки. Что с нами не так? Мы считаем, что здесь может быть палец. Как это случилось? Я молился за то, чтобы мы ничего не нашли в этих банках с персиками, кроме персиков. А понимаете весь хардкор? Антон, не зная себя, допускает, что он может в банке с персиками найти палец своей мамы. Это страшно, Антон! Я все меньше и меньше ему доверяю. Ну мы реально открыли все банки с персиками. Мы их оттуда достали, эти персики. Пальца нет? Странно, правда? Но персики были вкусные. Они такие, знаете, плотненькие такие. Совсем не как палец. Все уже в голове у нас прокрутилось. Мы не знали, что делать. И мы вернулись уже обратно туда, блин. Парни, давайте попробуем нажать на старт и понять, как играть в эту игру. Есть версия нажимать одновременно. Ну как обычно, мы должны все попробовать. Давай. 103, 103, давай. 1, дальше. 0 нажимай, теперь 3. Что? Надо было зажать. Поехали, ребята. И поехала, наконец-то. И мы такие, вот это да. Отодвинулась, ребята. А что случилось? Подъехала. Надо было зажать. Поняли, что надо зажать и держать. Давайте еще раз, ребята. Короче, смотрите, как делаем. Нажимаем по очереди и зажимаем. Держим. И держим до конца, чтобы дверь обратно не уезжала. Давай. Держим до конца, чтобы дверь обратно не уезжала. Так, 500, 623. 623. Красавчик вообще. Нажимай 600. Я нажимаю 623. Давай следующие два. Пока. Так, мы здесь. 603. 629. 629. Нажимай. 6. 6 нажимай. Нет. Нажимай. Два. Нажал. Спокойно. Нажимай два. Спокойно, контуженный. Нажал два. Девять. Да. Девять. Держу. ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА 369. 369. Да, да, да. 369. Не отпускай только. Три. Шесть. Девять. Е-е-е-е. ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Мы дошли до конца, и мы такие стоим. Ну и что? Жесть. Что дальше делать? А ну, продолжается! ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Что происходит? Люди закончились. А стенка пошла дальше. Подожди, давай я. Давай, я держу, ты беги. Давай. Побежал. Побежал. Так. Давай я тоже заберу. ВОСЕМСОТ. ВОСЕМСОТ. ШЕСТЬ ДЕСЯТЬ. ВОСЕМСОТ. Один. Восемьсот шестьдесят один. Восемьсот шестьдесят один. А, как тяжело. Было тяжело, реально тяжело. Все затекало. Восемь. Шесть. Шесть. Один. О-о-о! ХА-ХА-ХА-ХА. Только не говори, что еще есть. Еще один левел. А как сделать? Да, держи, Лех. Лех, ногой зажимай или рукой. Сейчас. Ну, коленом, коленом. И вот этой держи. Как жестко! Так, я иду, пацаны. Опа! Давай, я иду. Поддержи, но я перехвачусь. Помоги ему! Ну, чуваки, быстрей! Когда ты стоишь за стопырку, коленом держишь кнопку. Рукой, ногой. Это очень сложно. Если кажется, что это легко, нет. Вот эту подержи, я перехвачусь. Так, 333. Тихо, тихо! Чего тут? Ну, парни, ну... Едет назад дверь, все усилия потрачены. Напрасно, все. Остановись, дверь! Стопойно! Не за что! Эльдар, осторожно! Как это так? Как это так? Как это так? А кто неправильно? Я думал, что кто-то отпустил. Возможно, да. Кто-то признается или будем в тупую со второй раз? Давайте продолжать. Да, продолжаем! Собраться надо жестко, просто силу в кулак. Мы должны выйти из этого бункера. Мы должны справиться на 200%. Давай, 200... 40... 8... Давайте, парни, вы справитесь. И мы начали решать примеры друг за другом. И теперь мы знали, чего нам ждать. Нет! Отлично, парни! Димбилдинг! Димбилдинг! Давайте все! Как сделаем? Так, кому легче всего сейчас? Давай, как делаем? Держи. Пацаны, я иду. Я иду, давай. 600... 682, да? 682, да. Чуваки, я сейчас умру. 600... Парни, очень тяжело. 82. Сань, только не ошибись. Пацаны, кто там? Освобождайтесь. Так, давай, я... Пойди, да? Пойди. Какая? Эта? Да. Пожалуйста, Мага, аккуратней. Давайте, ребят, я затек весь. Бегу, бегу. Пожалуйста. Бегу. Ай. Так, 654 минус 487, правильно? Парни, время есть, время есть. Давай! Спокойно, 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 спокойно. Опа! Так, 500, 2, 600... Опа! Парни, спокойно. 2, 654 минус 2. 500... Я сейчас проиграю, я сейчас... Мы сейчас умрем. Пожалуйста. Спокойно. Минус 13. 167. А-а-а-а! 167, Вова! Ты так не выстоишь! Выстоит? У него стиль цапля. О-о-о-о! Эл, можешь нижнюю взять? Нижнюю, вот где нога. Да. Пацаны, давай, кто? Выход! Сейчас, сейчас, сейчас. Мне кажется, мы на финишный прямой. Блин, я не вижу пример уже. Пример, 471 плюс 102. 573, Эл, давай! И держите до того. Давай, СТК! Держитесь, мужики! У нас больше нет людей! Дверь открыта! А-а-а! О, пацаны! Ну, я думал, все, потому что по схеме это был финал. Нет еще одна комнатка. Вместо долгожданного выхода они оказались в тайной комнате подземного бункера. Здесь есть два замка. На сейфе и на двери. Но где взять коды от них? И главное, где взять силы на их поиск? Я так понимаю, здесь пароль этот наш. 8302? Да. Подождите, а 8302 вообще нам не понадобится, что ли? Не пригодятся. Звездочка. Участники шоу «Большой побег» сумели пройти большую часть испытаний финального квеста сезона, который проходит в подземном бункере. Ай! 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 Но в тайной комнате, где прятала самые сокровенные секреты мама обитателя этого бункера, Антона, перед ними оказалась новая загадка. Я так понимаю, здесь пароль этот наш. 8302? Верна ли догадка у участников? Или это подземелье станет единственным местом, откуда им так и не удастся выбраться? Давай. Звездочка. 8302. Есть! Что это? Это палец. Дорогому сыну. Это палец. Находим письмо мамы Антона, которая пишет письмо ему. Здравствуй, Антоша. Я не уверен, что смогу когда-нибудь снова мыслить здраво, поэтому пишу тебе это письмо. Пока мой разум меня совсем не покинул, и пока я могу хоть немного видеть. Ты говорил, что мы будем жить в этом месте долго и счастливо, потому что снаружи очень опасно. Но пойми, жить в заперти – это не выход. Я думаю, что тебе лучше вернуться, быть рядом с людьми, общаться, преодолевать все трудности, как и другие. Несмотря ни на что. Я знаю, что мой сынок – самый лучший и самый умный мальчик на свете. Ты сможешь жить счастливо, если доверишься миру вокруг. Прошу тебя, возвращайся. Это мое последнее желание. Ну, круто, правильно, мама права. Мама права. Мне очень понравилось это письмо. Какой смысл все время чего-то бояться, если мы… Мы социальный вид. Мы как дельфины. Только пипочка на спине зажила. Давай, смотрим эту штуку. Что там? В сейфе помимо письма был сверток. Это что? Это дополнительная карта. Нашли карту. Сразу поняли, что это карта помещения. Давай это приложим на спину. На спину приложим. Точно. Да, надо приложить. Эл, а ты хорош. Напоминала эта штука его татуировку. Сразу было понятно. Прислони, подвигай, посмотри, что-то найдешь. Что-то не совпадает масштаб, да? По-другому надо. Не, не, вот так, вот так. Не, по-моему, еще по-другому. Еще. Вот так? Вот так? Вот. Можно так. Подожди, а если вот так вот? Зачем вы делаете? Вот так вот так. Ну, так по площади не совпадает. А если здесь? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, а сейчас я прикладываю. Так, не вижу ничего, непонятно. Сейчас я прикладываю. Ну что, ну как, ну как? Ну как, ну как, ну как, ну как? Пеш, ну как? Пока не очень. Как мы застряли вот на... Перед этой дверью. Финал, понимаете? Вот финал. А мы не понимаем вообще, как решить задачу. Это может продолжение, нет? Не хотелось бы. Подождите, а что... Стой, у нас же 6, у нас сейчас цифры появятся. У нас цифры и должны быть. Неплохо. Скорее всего, это не продолжение карты, как мы предположили, а как раз таки код. Говорит, там либо 6, либо 9. Вот, смотрите. Вы же видите прекрасно, я надеюсь? Вот либо 6, либо, либо, либо вот так 9. Ну, типа 6, допустим, 3. Смотри, 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 я что вижу. Я вижу 6, вижу 3. Это 5, братан. Это 3. Вот, белая, это 5. 5, 3. 6, 3, 5, 3. И мы поняли, что вот пароль, он четырехзначный. 6, 3, 5, 3. 6, 3, 5, 3, да? Да, да, да. 6, 3, 5, 3. Ну, кайф. Открываем следующую дверь. Чемпионы. Мамин палец в персиках, мамин палец в персиках. Да, погнали. Майкарабол. Так. Да это закончится когда-нибудь или нет? О-о-о. Ничего нету, ничего нету, ребята. Что здесь такое? О-па. Стоп. Там большая дверь. Веяло холодочком. А мы-то знаем, что каждый раз, когда веет холодочком, там улица. Это финал. Вроде бы. Ну? Ну? Это? Ну? Вау. Это оно. Открывай. Открывай. Да. 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 Вышли. Мы счастливые. Но немного расстроены, честно скажу. Потому что закончился шикарный проект. О-о-о-о. Да. 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 Легкое опустошение и даже такая светлая грусть. Все. Все закончилось. Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Самое глупое детективное агентство на планете. Ребята, это великолепная пятерка. Любые сложные расследования сразу к нам. Вы даже не представляете, что вы натворили. Вы познакомили пятерых людей, которые жили своей жизнью. А теперь мы планируем ходить в баню каждую среду. Главный вопрос. Что с пальцем? А где палец, бабы? Мне кажется, персика. Все-таки мы до пальца не дошли.